Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим меню на день рождения из 8 блюд, которые рассчитаны примерно на 8-10 человек. В меню представлены 2 салата с баклажанами и с помидорами, легкая закуска на шпажке, бутерброды с печенью трески, закусочный рулет из лаваша с зеленью и ароматная рыба с овощами. На горячее приготовим очень вкусные мясные отбивные под сыром в духовке и сделаем красивый торт с малиной. Начнем с приготовления торта. Его можно сделать за день до торжества. Торт красивый и нежный, готовиться совсем несложно, так что с ним справится каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим бисквит. 6 яиц разделяем на желток и белок. Разделяем аккуратно, чтобы в белки не попал желток. Сюда же добавляем щепотку соли. Белки начинаем взбивать и постепенно насыпаем 130 грамм сахара. Взбиваем белки с сахаром до крепкой и устойчивой пены. Во взбитые белки добавляем по одному желтки, не прекращая взбивание. Перемешиваем до однородности. Сюда же во взбитые яйца просеиваем 150 грамм муки через сито в 2-3 подхода, каждый раз перемешивая тесто лопаткой. Перемешивать нужно аккуратно, чтобы тесто осталось воздушным. Именно из-за этой воздушности бисквит поднимается в духовке. Тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно, иначе бисквит не поднимется. Тесто равномерно распределяем по форме. Диаметр моей формы 21 см. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 35 минут. Готовый бисквит достаем из духовки и ставим на решетку вверх дном. Даем ему полностью остыть, а еще лучше отлежаться ночь. Тогда он будет хорошо резаться и меньше крошиться. Бисквит уже остыл и настоялся. Достаем его из формы. Разрезаем бисквит на три примерно одинаковых коржа. С верхнего коржа срезаем корочку, она нам не понадобится. Приготовим малиновый джем. В сотейник кладем 250 г малины. Насыпаем 60 г сахара и 1 столовую ложку крахмала. Все ставим на маленький огонь. Сразу же ложкой все перемешиваем и разминаем малину, чтобы она пустила сок. Я использую кукурузный крахмал, но можно взять и картофельный. После того, как малина закипит, готовим ее еще примерно 1-2 минуты и снимаем с огня. Обязательно постоянно перемешиваем. Готовый джем горячим переливаем в сито. Перетираем, чтобы избавиться от косточек. Если они вам не мешают, то можно не перетирать. Готовим сироп для пропитки бисквита. В миску наливаем полстакана воды и насыпаем полстакана сахара. Ставим на огонь. Сироп доводим до кипения, кипятим 1 минуту и снимаем с огня. Сиропу даем остыть. Когда все остыло, готовим крем для торта. В миску кладем 400 г творога. Я использую творог жирностью 9%. Наливаем 100 мл сгущенного молока. Все взбиваем погружным блендером до однородной массы. В отдельную миску кладем 300 г мягкого, но не растопленного сливочного масла. И насыпаем 100 г сахарной пудры. Все взбиваем миксером до побеления масла. Это занимает примерно 3-4 минуты. Во взбитое масло добавляем подготовленный творог. Все перемешиваем лопаткой до однородности. Крем готов. Крем перекладываем в кулинарный мешок. Если крем получился сильно жидким, то его можно поставить в холодильник, чтобы он охладился и стал более устойчивым. У мешка отрезаем небольшой кончик. Складываем торт. Кладем на блюдо первый бисквит. Хорошо пропитываем его сахарным сиропом. Наносим крем на корж в виде вот таких шариков. Начинаем отсаживать крем с края, а затем заполняем ими весь оставшийся бисквит. Вместо кулинарного мешка можно использовать обычный плотный мешочек, например, пакет для заморозки овощей. Сверху крем поливаем приготовленным малиновым джемом. По краям джем не наносим, чтобы он не выливался по бокам. Накрываем вторым бисквитным коржом. Его точно так же пропитываем сиропом. Наносим крем. Затем наносим малиновую начинку. Накрываем третьим бисквитным коржом. Его тоже пропитываем сахарным сиропом. Красиво наносим на него последний слой крема. Торт готов. Ставим его в холодильник настаиваться примерно на 4 часа. Я оставила его на целую ночь. Прошла ночь, украшаем торт. Сверху красиво выкладываем ягоды малины. Также я украшаю его ягодами голубики. И листиками мяты. Этот торт можно украсить и любыми другими ягодами или фруктами. Торт готов, можно подавать на стол. Торт с малиной получился очень вкусным и красивым. Нежный сладкий сливочный крем прекрасно сочетается с легкой кислинкой малиновой начинки. Готовиться такой торт несложно и достаточно быстро. Специальных инструментов при приготовлении не требуется. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Вторым приготовим лаваш с зеленью и лососем. Приготовление занимает буквально 15 минут. Такая закуска получается вкусной, сытной и легкой за счет зелени. Сначала подготовим зелень. Берем пучок петрушки и укропа и мелко шинкуем его ножом. Кладем лист тонкого лаваша. Смазываем его майонезом. По желанию майонез можно заменить сливочным сыром или плавленым сыром янтарь. Сверху выкладываем половину банки консервированного лосося. Жидкость консервы нужно предварительно слить. Лосось можно заменить консервированным тунцом или горбушей. Лаваш равномерно посыпаем подготовленной зеленью, используем только половину. Сверху кладем листья салата. Все накрываем вторым лавашом. Его тоже смазываем майонезом. Выкладываем вторую часть лосося. Равномерно его распределяем по листу лаваша. Посыпаем нарезанной зеленью. Кладем листья салата. Все сворачиваем в рулет. Такой рулет можно подавать сразу, а можно замотать пищевую пленку и положить в холодильник до прихода гостей. Перед подачей рулет нарезаем на порционные куски. Закуска из лаваша с зеленью и лососем получилась вкусной и красивой. Лаваш придает ей сытность, а зелень легкая. Готовится он просто и быстро. Третьим приготовим салат из баклажанов. Такой салат прекрасно подходит для тех, кто предпочитает салаты без майонеза. Ингредиентов в салате минимальное количество и все они прекрасно сочетаются между собой. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим баклажаны. Два баклажана среднего размера нарезаем вдоль на пластинки толщиной 8-10 мм. Получившиеся пластинки нарезаем поперек так, чтобы получились брусочки. Подготовленные баклажаны перекладываем в миску. Немного поливаем их растительным маслом и перемешиваем. При жарке растительное масло на сковороду добавлять не нужно. На разогретую сковороду выкладываем часть баклажанов. Готовим их на среднем огне, периодически перемешивая. Готовые баклажаны перекладываем в миску. Это количество баклажанов я обжарила в два подхода. У перца срезаем верхнюю и нижнюю часть. Вырезаем серединку с семенами. Перец нарезаем на прямоугольные куски. Получившиеся кусочки перца нарезаем полосками. Для салата понадобится один большой сладкий перец, как у меня, или два перца меньшего размера. Приготовленный перец добавляем в миску с баклажанами. Пучок петрушки или кинзы измельчаем ножом. И добавляем в миску к овощам. Сюда же выдавливаем один зубчик чеснока через пресс. Насыпаем пол чайной ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Добавляем 1-2 столовых ложки растительного масла. И 1 столовую ложку яблочного уксуса. Его можно заменить столовым 9%. Все перемешиваем. Салату желательно дать настояться 10-15 минут, чтобы объединились вкусы. Готовый салат перекладываем в миску и подаем на стол. Салат с баклажанами и перцем получился очень вкусным и ароматным. В нем прекрасно сочетаются баклажаны и перец. А чеснок гармонично вписывается, придавая легкий острый вкус и аромат. Салат готовится просто и из минимального количества продуктов. Четвертым приготовим простой салат с яйцами. Яркий, легкий по составу и быстрый в приготовлении. Сначала приготовим все ингредиенты. Берем 2 средних помидора, разрезаем пополам и вырезаем плодоножку. Половинки помидора нарезаем пластинками, а затем режем их кубиками. 100 грамм сыра трем на крупной терке. Пучок петрушки мелко нарезаем ножом. Вареные яйца разрезаем вдоль на 4 части. Для салата понадобится 2 яйца. В миску кладем нарезанные помидоры. Добавляем пол банки консервированной кукурузы. Насыпаем тертый сыр. И кладем измельченную петрушку. Салат заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза и перемешиваем. Приготовленный салат выкладываем на плоское блюдо небольшой горочкой. По бокам салат украшаем четвертинками вареных яиц. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с яйцами получился красивым и очень вкусным. В нем прекрасно сочетаются сочные помидоры, сытный сыр с яйцами и кукуруза. Очень рекомендую приготовить такой салат. Он прекрасно подходит и на праздничный стол, и на каждый день. Следующими приготовим бутерброды. Берем нарезанный батон и все ломтики разрезаем поперек на 2 части. Подготовленные ломтики батона кладем на уже разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем с одной стороны до красивой румяной корочки. Готовые гренки снимаем со сковороды. Готовим начинку. Два вареных яйца отрем на мелкой терке. Берем одну баночку печени трески и сливаем с нее жидкость. Саму печень немного разминаем вилкой. В миску к печени трески кладем тертые яйца. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Перчим по вкусу. Все перемешиваем до однородности. Приготовленной смесью намазываем гренки. Готовим украшение. Огурец нарезаем тонкими пластинками. Помидорчики черри разрезаем на четвертинки. Украшаем бутерброды. На каждый кусочек выкладываем пластинку огурца, листик петрушки и зеленую оливку. Таким способом украшаем половину бутербродов. Вторую часть бутербродов украшаем огурцом, листиком петрушки и четвертинкой помидора. Бутерброды получились яркими, красивыми и очень вкусными. Готовятся просто и достаточно быстро. Такие бутерброды прекрасно подходят для праздничного стола. Шестой приготовим очень быструю закуску на шпажках с помидорами и сыром. Приготовление занимает буквально 10 минут, а получается яркая и красивая закуска. От веточки базилика отрываем листики. Берем шпажку и нанизываем на нее помидор черри. Затем листик базилика. Один шарик мини-моцареллы. Снова листик базилика и помидор черри. Если помидоры чуть большего размера, то их нужно разрезать пополам и нанизывать не целый помидор, а половинку. Таким методом готовим всю закуску, пока не закончатся ингредиенты. Для приготовления этого количества закуски мне понадобилось 500 грамм помидоров черри и 300 грамм мини-моцареллы. Закуску красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Закуска с помидорами черри и мини-моцареллой получилась очень красивая и вкусная. В ней прекрасно сочетаются помидоры с сыром и базиликом. Седьмым блюдом приготовим рыбу с овощами. Она ароматная, сочная и очень красивая. Готовиться несложно и прекрасно подходит для праздничного стола. Сначала подготовим рыбу. Две тушки хека чистим от чешуи и внутренностей. Отделяем филе от хребта. Если есть кости, то их тоже вынимаем. Филе нарезаем порционными кусками. Всего понадобится примерно полкилограмма хека. Подготовленную рыбу перекладываем в миску. Готовим маринад для рыбы. С половины лимона с помощью мелкой терки снимаем цедру. Сюда же в мисочку выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Добавляем соль. И выжимаем 2 столовых ложки лимонного сока. Наливаем 2 столовых ложки растительного масла. И добавляем черный молотый перец. Все перемешиваем. Подготовленную рыбу заливаем маринадом. Перемешиваем и оставляем мариноваться примерно на 20 минут. Вместо хека можно использовать минтай. Пока маринуется рыба, подготовим остальные ингредиенты. Примерно 5 средних помидоров разрезаем пополам. И вырезаем место крепления плодоножки. Затем каждую половинку разрезаем на небольшие дольки. 2 красных луковицы среднего размера разрезаем пополам. И нарезаем полукольцами. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. На дно выкладываем подготовленный лук. Равномерно его распределяем по блюду. Сверху на лук кладем дольки помидоров. Овощи солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Сверху все немного поливаем растительным маслом. Ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20 минут. Овощи немного запеклись. Достаем их из духовки. Между помидорами кладем кусочки маринованной рыбы. Оставшийся маринад тоже выливаем в форму. Опять все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем еще 20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовое блюдо украшаем листьями петрушки. Все аккуратно перекладываем на большую тарелку и подаем на стол. Рыба с помидорами получилась очень вкусной и сочной. Блюдо яркое и красивое, которое отлично подходит для праздничного стола. Готовится просто и недолго. Такую рыбу можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И на горячее приготовим свинину под сыром в духовке. Мясо получается сочным и мягким. Здесь нет сложных маринадов и само блюдо готовится совсем несложно. Сначала подготовим мясо. Берем 1,5 кг свинины, моем ее и обсушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем мясо поперек волокон не толстыми кусками. Я использую карбонат, но также можно взять свиную шею. Каждый кусок мяса немного отбиваем молотком с двух сторон. Подготовленное мясо кладем в миску. К нему добавляем 3 столовых ложки томатной пасты. Все хорошо перемешиваем, чтобы томатная паста равномерно распределилась по мясу. Миску накрываем пленкой или крышкой и ставим в холодильник настаиваться на 4 часа, можно и дольше. Я поставила на целую ночь. Мясо уже замариновалось, готовим намазку. Берем примерно 7-8 столовых ложек сметаны жирностью 20% и к ней добавляем 2 столовых ложки горчицы с зернами. Сюда же выдавливаем 2 зубчика чеснока через пресс. Все перемешиваем. По желанию, часть сметаны можно заменить майонезом. 150 г сыра трем на мелкой терке. Противень смазываем растительным маслом. На него выкладываем уже замаринованные куски мяса. Сверху каждый кусок мяса солим. И перчим черным молотым перцем. На каждый кусочек кладем сметанную намазку. И равномерно ее распределяем по мясу. Сверху все посыпаем тертым сыром. Мясо ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 35 минут. Мясо готово. Блюдо, на котором будем подавать мясо, украшаем листьями салата. На него выкладываем приготовленное мясо и подаем на стол. Свинина под сырной корочка получилась очень вкусной, сочной и ароматной. Готовится несложно и отлично подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Обязательно ее приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравилось такое меню на день рождения, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.